Субтитры делал DimaTorzok Окей, первое, как попасть в бутерберге Саша На самом деле, как угодно, нужно только сесть на занятия Это можно делать с разными захватками Можно ставить, ну, захват, типа я, я ходил в детстве на борьбу Все, я выставляю все ноги, опускаюсь Все, ноги превратил Я оказался здесь Я подворачиваюсь, работаю Переворачиваюсь Можно сделать Я маму джиу дзыцер и очень боюсь водника Вот так Сесть за руку Все, обычно, если вы это делаете достаточно сильно То есть, ну, это вот нормальная рука, ничего? Нормальная Если вы просто тянете Если просто тянете, он вам подойдет Но если вы при этом очень хорошо делаете вниз, обычно человека опустите на колени, чтобы не проверять ничего на большее Все Вот сюда отсаживаюсь Все Вот Наш лип без захвата Условно, чтобы попасть в батаретля и гардер Если схватка началась в стойке То все, что мне нужно Это либо попрятиться назад, отнести свою попу назад, отпустить в пол Я здесь Либо пойти от противного Выставить ноги Хвостом вперед Опуститься Все, я здесь Вначале я говорю о том, что Ваши ноги должны быть близко с корпусом Если вы здесь сядете вот так вот У вас в стойке далеко Человек просто поедет вам в маун Он просто проедет, просто напрямую может проедет Поэтому Всегда следить за тем, чтобы ваши колени были рядом с вашим корпусом Я здесь Я ноги вынес, я сажусь Видите, у меня ноги здесь Вот, я могу с ними работать Обычно, когда есть человека в стойке Я просто мотивирую сесть на колени Просто постоянно его растягивая Он не хочет их разорваться, он начинает возвращаться на колени И оказывается в ботерфлиагаре Также Ботерфлиагар очень круто комбинируется Может так С Сингл Икс Гайдом Но об этом Мы сегодня говорить не будем Но если вы хотите с чем-то комбинировать, вам понравилось То Сингл Икс Это очень круто комбинируется с ботерфля Дальше Нижний крючок, о котором мы говорили в начале Вы могли заметить, что Когда вы в нижний крючок Ваш соперник почему-то хочет от вас свалить И не особо хочет приворачиваться вниз Именно Противодействием этому служит нижний крюк Я забираю, утягиваю, вставляю Все Человек зафиксирован Если вы правильно все сделали Утянули, хорошо натянули Ему даже встать будет тяжело То есть И вот здесь я начинаю работать на захватах Я пробую один, второй, третий захват Все Вот Я его зафиксировал Я лежу Я фронтально впереди Ножки широко Баррирую в виде моих ног Все Я решу Я встаю Андрехов Не получается Он ничего перекрывает Я беру Засовываю оверхук Дозагружаю Могу бы и подняться Если мне нужно Больше Место Если человек не дает ни одного захвата То есть он прямо вот рубится Чтобы не дать ни одного захвата Именно здесь Есть Вот этот способ Способ без захватов То есть я всегда Путешествую между тремя захватами Отсутствие Ну Между тремя способами Отсутствие захватов Андрехов Оверхов Важно Все время следить за тем Чтобы ваш корпус был близко к сопернике Часто бывает так Что вы засунули хороший захват Все круто Но ваш корпус остался здесь Человек создает дистанцию Растягивает вас Вы будете пытаетесь удержать Но у вас ничего не получается Как только вы засунули захват Все Мой корпус очень близко к нему Прямая спина Прямая шея Прямая шея Видите мой корпус Прежде всего Я не рукой держусь Я не держусь Я в первую очередь Свой корпус Веду к нему Видите близко Минимумное стояние И как только он Пытается вот этой рукой Меня оттолкнуть Я просто блокирую локоть Поехали Какие толки Да Только работает То же самое Касается Что? Оверху Я плотно Я не вот так Я сбоку Моя голова здесь Именно я его смещаю Но как только он пытается Создать дистанцию Я его блокирую Я противник Перехватываю Все Я заблокирую локоть Все Он не сможет ее быстро Выставить Ему потребуется время Чтобы освободить локоть Все Я могу уже здесь работать Обратите внимание Для меня Очень отработано Это движение Я вкручиваюсь вверх А не пинаю Глаз в сторону Я вкручиваюсь вверх Скидываю Четкие вкручивания Все время Пальчики на себя Дальше Краткий концепт Как противостоять Наши ноги Пытаться Обойти Нас Вот что Все Все Очень просто Потребляй И чем хорош Во-первых, ваши ноги защищены от заглоков базового Они не здесь Трудно сразу спрятать Они спрятаны Если ваш корпус есть То ваши ноги защищают не только его так Но еще и ваш корпус То есть Ноги близко Им тяжело их Дальше Дальше Здесь Условно Если он идет в этот столбос Он спокойно передвигается Смотрите Он идет в эту сторону Я повернулся на другой бок А он на другую сторону Я повернулся Если У меня нет захвата ботерфлея То Единственное, зачем я слежу То есть Если у меня вообще пока ничего нет Я с одной стороны Меняюсь на другую То есть Я все время готовлю себя принимать Я спокойненько передвигаюсь То есть Я Хочу, чтобы он все время был перед моими ногами Чтобы он оказался сбоку Куча проблем попадает И только у меня получается Сделать Это Вот Этот хороший крюк Очень уменьшает Дальше Делать Бэкстеп Вообще Плевать Я заметил его ход Движения Я могу двигаться дальше Могу даже накидывать И так далее Сам удивился Чем он Я сам Да Вот этот нижний крюк Одна из самых важных вещей Которая Будет реально большим геморроем Для человека Банковая плата сейчас была Дальше Если у меня есть захват То Самая частая отжимка Это засунки коляда под человека Вот у вас погоди У вас все хорошо Вы собрались его слиповать Вы так потеряли И засунки коляда Это большая проблема. Ни в коем случае не допускать, чтобы он оказывался снаружи какого-то искаления. Все время, как бы он не двигался, я все время двигаюсь за ним. Мы вначале этим занимались. Мы сохранялись дистанцию, вот, я двигаюсь за ним, вот. Когда тащусь, бум, у меня и захватит. Бум, я плотно, я здесь. Все, я все время за ним двигаюсь. Я не дремел, когда со сбоку расставляю его. Ладно, я не занимаюсь вот этим. То есть вы не пытаетесь сначала играть зад грахом, вот это вот делать. Или загибаться вот сюда. Во-первых, здесь вы можете пропускать удушек или кроссвейсов, это плохо. Здесь он вам кроссвейс не сделает, он не дотянется до вашего лица. То есть вот у вас рамки, работа руками и так далее. Как только вы здесь кроссвейс. Поэтому, сохраняй фронтальность, нижний крючок. Это геморрой для него. Коленки максимально широко. Ревод между тремя захватами. Помните, что плотность вашим захватом в науги придает именно близость вашего корпуса к твоему телу. А не то, что у вас сильные руки. Вы должны спокойно перемещаться между всеми тремя лопатками. То есть отдыху по отдыху без захватов. Нижний крюк правильно вставленный лишит его мобильности. Но не навсегда, он всегда был пытаться его расшатать. А если человек начал двигаться в одну сторону, то тоже надо повернуться за ним. А, сразу скажу. Если человек вас зафиксирован, то есть у меня нижний крюк захвата, вот он сейчас никуда не повернется. Поэтому, если ваш человек, вы взяли захват, а человек у вас куда-то повернулся, и куда-то ушел, скорее всего, вы не доработали. То есть, чтобы вы понимали, хорошо зафиксированный человек никуда не делается, он просто летит со свипа. Если он не летит со свипа, например, руки выставляют, значит вы не убрали опору. Если он разворачивает таз, значит вы не зафиксировали его корпус. То есть, если он выворачивает таз, значит все, он нашел плечи, он освободил плечи и так далее. Если у него все завыло, даже разворот таза, значит, его особо не спасет. У него корпус он развернут. Он все равно отправится вниз. Вопрос. Шучу ситуаций рассматриваешь, но, допустим, если он вот этой ногой пытается встать, ты за ним следуешь или... Ты за ним следуешь... Второй ногой, которая не захвачена? Да, которая не захвачена. Или пытаешься его посадить обратно? Вообще, вообще нет. Обычно, если у меня здесь есть все, у меня все зафиксировано, я просто поднимаю за человеком чуть-чуть, тащу обратно, тащу, 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 вкручиваюсь. Либо это сингл-экс. У меня есть вопрос. Да. В рикадпуле, когда мы приземляемся на спину, и между нами немножко разрывается расстояние. Вот отпаднем на ногах. Смотри. У него больше возможностей. Как ты купируешь эту ситуацию? Я обычно, например, влетаю не от человека. То есть я... Если я прям влетаю в него... Я летаю не в пилады от него, я прям влетаю в него. Чтобы... Когда мы упадем, ему тоже было неудобно стать. Если я осаживаюсь вот так, то, разумеется, у него больше передвижений, я просто стараюсь зацепить крючками его ноги. Максимальных не стоит лишить его мобилисты, если прыжком. Если прыжком, то я просто он падает за ногу в ту позицию, куда он не может сразу выглазаться. То есть плюс... Да. Плюс у меня отработано, что у меня сразу уже залетают ноги плана. У меня ноги залетают сразу. У меня нижний крючок. Покажи. Спляс я. Здесь не будет. Пум. То есть я отберу отсюда. Пум. Видишь, ему ноги остаскивают. Он никуда отсюда. С твоей остаскиваем ногами. Он ниже остаскивает. Крючок цепляет. Всё, вот я. Крюк, крюк, крюк. Захватите, захватите. Я не даю ему встать. То есть не нажимать такого, что у вас после горстула Человек стоит без захвата, а вы где-то внизу валяете. Ножками дергаете. Он говорит, о, вы его стаскиваете. Так. Ещё вопросы есть? Да, ещё вопросы. Какая последовательность, когда ты берёшь butterfly, вот, например, в борьбе с колен. Ты сначала... Я не борюсь с колен. А? Я не борюсь с колен. Ну, хорошо. В любом другом, не важно, аналогичном рисунке. Сначала берёшь захваты... Сначала нижний круг, верхняя нога под таз. Потом... Сначала ноги, потом руки. Разумеется. А в том случае, вот возьми... Можете занять позицию. Вот оба крюка заправить. Вот если здесь, когда ты не фиксируешь его руки и корпус, он начинает смещаться назад. Вот той ногой, которая захвачена, уводит её назад. Растягивает твои ноги. Он немножко не может её сместить назад. Там проблема в этом. Он держится её. Я вам назад так просто... А у меня ничего. Когда я беру ключок, люди смещаются. Но ты же будешь её расшатывать. Ты же сам говорил, что шлайк будет расшатывать этот крюк. Я посмотрел по стекущей. Более он тоже, пока он её расшатывает, я там выеду. Пока он её расшатывает, я уже вот здесь. То есть он не может расшатывать, я не буду на него смотреть. Окей, ты занимаешься расшатывами ноги, но я на полную ноги забираю захват. Если человек одним движением стреляет, значит был плохой крючок. Значит я просто возвращаюсь сюда, жду, когда он подойдёт. Он не может проходить меня на дистанцию, он придётся подойти. Тогда я снова забираю этот крючок. А если он приезжает в центр тяж и садится на... Получается, блокирует обе ноги. Он уже не может не заблокировать этот крючок. Вообще ничего, если я могу поднимать здесь. Мисси или ноги. Он не может заблокировать ноги, если не будут такие? Нет. Ничего не могу. Могу всё свободу. То есть теоретически, если крюк не очень хорошо заправлен, но он его расшатал, он может оттянуться и заблокировать всех на них. Нет, не совсем. Если у меня он сорвёт крюк, то есть у меня первый круг, он срывал моим крюком, все, что он сорвнул, но выйти наружу, у меня ноги рядом, просто разворачивайся в сторону, развивай дистанцию, подтаскивай ноги за собой. То, что ты говоришь, это не одна проблема, не такой же проблема, это у тебя сорвался крюк, этот человек тебя уже обошёл, уже начинают загружать ноги. Он сделал несколько этапов работы, а теперь ты посидишь, ага, что со мной делают? А в ГИ было ещё два свипа. В ГИ мы здесь три часа просидели, а сегодня я два хочу вас просто помочь. В платной версии всё было, в платной версии. Тогда на сегодня всё, все молодцы. Все свободны, уходим, а сейчас будем секретные версии для видео. Видеосемена записывать. Сейчас техника для дней борьбы в тех местах, где ребята занимаются грэплингом через ЕМ. Роботы княгающие кидаются на нас. Да, вот торвать нам голову. Окей. Первое, что мы должны сделать, мы должны ставить барьер этой рукой. Если он сожмётся под руки, вам будет печаль. Поэтому я тут же ставлю барьер в бицепс, и ещё когда падает, выпрямляю эту руку, чтобы он не мог их свести. Люди начинают очень сильно сжимать этой рукой мою башку. Да, надеясь меня типа задушить. Ноги в барьере позволяют мне отталкивать его таз. Чуть его растягивать. Крючок я перемещаю на ногу, чтобы взять крючок за стопу. Что я делаю дальше? Очень важно. Часто люди пытаются застать башку, двигаясь назад. У них ничего не получается. Я подаю свои плечи вперёд и вжимаю шею в плечи. Затем я наклоняюсь чуть вперёд. Как вы можете заметить, его рука уже начинает чуть соскакивать с моей головы. Ему тяжело держать мою голову, и рука соскакивает. Всё я делаю дальше. Я ныряю и через грудь выхожу вот сюда. Я не тот, что ж не назад. Нырнуть сюда, выйти через грудь. Я плечи вперёд, голову сжать. Для того, чтобы взять энергию, я застаю вот эту ногу. Делаю ей мак, пола не касаюсь. Я вот делаю мак, и ныряю под человеком. Здесь он не сможет меня схватить. Я под его грудью. Я толкаюсь этой рукой. Достаю свою голову. И блокирую эту руку, чтобы он не мог встать. Потому что он будет встать на обе руки. Я блокирую сгибание локтя. Он не может встать. После этого я уже ставлю вот эту ногу в пол. Эту руку я чуть достаю и беру его прямо за тазом рукой. Эту ногу отставляю максимально назад, чтобы вот здесь создать состояние. Я двигаюсь полукругом вокруг него. Тащу рукой за таз и выпрямляю нижнюю ногу. Пустое место. Тащу за таз, выпрямляю нижнюю ногу, двигаюсь полукругом. Я его разворачиваю. Руки. Ложусь. Если он просто открывает таз, закидываю сюда ноги. Вот нижний крючок все время на столе. Он будет ему очень сильно мешать. Если он ноги подтаскивает себе, колени к себе, чтобы я не мог засунуть. Я снимаю нижний крючок. Крючу ноги. У него за верхние кондиции. Ни где-то снизу, ни на беды. Пяточки за верхние кондиции. Сжимаю его коленями. Прижимаю, снимут. Подаю таз вперед. Растягиваю его. Заложу в верхнюю ногу. Готово. Вы победили на дне борьбы. Техника, когда человек отставляет вот эту ногу. Начинаем с Андре Хука. Не важно, может быть Андре Хук, просто мы сейчас так показываем. Мы забрали крючок на его ноге и он отставляет ногу. Здесь две опции. Первая, это он еще не опустил таз назад. Что мы делаем? Мы забираем опорную руку, ложимся на бок. Но теперь мы ложимся по диагонали. И двигаемся по диагонали, поднимая на ноги. Поднимая. И смотрите, я ниже ногой подпрыгиваю к нему. Чем ближе я подпрыгиваю, тем легче будет перевернуть. Я толкаю верхнюю ногу. Ворачиваю. И иду за ним. Здесь важен тайминг. Вы должны поймать тот момент, когда он только выставляет ногу. Не успешно опустить таз назад. То есть, я забыл, он выставляет. Я уже, видите, тяну его на себя, не даю ему опустить таз. Я поднимаю и по диагонали. Смотрите, я не ложусь назад. Я вкручиваю, скручиваю, скручиваю и по диагонали. Я толкаю, толкаю, толкаю. Скачу за ним. Делитесь. Оказываю смерть. Очень важно именно вот это подскакивание. Вы не должны пытаться дотянуться, иначе вы покойтесь под человеком. Я здесь таз, я скрытый, я скачу за ним, скачу, стучу. И только я его догоню, я выведу его из равновесия с этим толчком. И переверну. Субтитры сделал DimaTorzok В Нолге из Батрифлягарда лучше всего работают рычки локтя. Обычные и стандартные. Сейчас я о них немножко сперсу. Для того, чтобы сделать болевые, из Батрифлягарда вам всегда нужен андехут. Чем хорош андехут? Его рука уже готова для наших атак. Мы уже ее немного отделили от остального его тела. Дальше нужно только зафиксировать. Есть очень важный нюанс. Вряд ли у вас получится сделать в борьбе чисто вот так. Люди все-таки чего-то ждут, готовы эту руку защищать до последнего, пропихивать ее и так далее. Поэтому есть небольшой мул для того, чтобы заставить человека забыть о том, что мы атакуем его руку. И добавить нам дополнительного атаку. Я начинаю его сплывать, как бы не забирая опорную руку. Я его поднимаю, человек упирается. Ему важна вот эта рука. Эту он забывает, мы можем ее забирать. Это общий принцип, как развести человека на болевой с бутыфляем. Попытайтесь его не дослепануть и забирая опорную руку. Если он все еще будет для меня слишком много защиты вот этой руки, то есть он будет ее прятать. Потому что расцеповать, подхватываем его запястье, все-все, и бьем его на спи. То есть у нас получается сдвоенная атака. Либо мы забираем его руку и атакуем, либо он слишком сильно ее защищает, мы его сможем перевернуть. Он не сможет защититься от всего сразу. Теперь подробнее о технике исполнения. Здесь мне нужно следить за двумя вещами. Я должен полностью своей рукой перекрыть его плечо. Я сгибаю свою руку и очень важный момент. Я своим локтем гружу ему башку. Вот здесь ему нормально сидится, ему все хорошо. Вот здесь я именно локтем в голову работаю. Не вокруг плеча, а прямо в голову локтем. Дальше мне нужно, чтобы он не припихнул эту руку туда. Если она припихнется все глубоко. Я не доберусь до его локтя. Я перекрю. Я убираю опорную руку, ставлю ему в ухо. А нижнюю ногу ставлю ему в таз. Создавая расстояние. И отъезжаю. Когда я отъезжаю, вот этой рукой я продолжаю пытаться давить на него. Давить. Я давлю. Я вытаскиваю верхнюю ногу. Сработайте верхней ногой. Здесь несколько нюансов. Первое. Не переносите ногу через спину. Попадает давление. Моя верхняя нога максимально согнута. Если вы достали стопу, пальчики на себя. Нога согнута. И я кладу свое колено на его плечи. Ладно. Я не просто давлю верхней ногой. Я сжимаю его обоими своими коленами. Пальчики на себя. Мое колено в идеале чуть-чуть свисает с его плеча, чтобы очень хорошо здесь зажать. Когда у вас вот так, это дает ему немножко возможности с этой загибки. Ребят, вырвать плеча здесь подняться вверх. Если у вас гибкая стопа, то просто оставляйте ее прямо вот так изнутри. Не обязательно ее вытаскивать. Если вытащили, пальчики на себя. Вернемся к руке. Когда я его отталкивал, моя рука давила и ехала. Я достал, сжал ногами. Смотрите, мой локоть над его локтем. Вот. Моя рука максимально согнута. Мне нужно следить за тем, чтобы не потерять свою руку. Я делаю очень просто. Я головой прижимаю его запястье к своему плечу. Это хороший контроль. Дальше я кладу свою ладонь себе на локоть. Моя рука максимально согнута. Все, что я делаю, чуть давлю вниз. Вот наступает болевой. Мы не хватаем этого, мы даем ему возможность сосредоточиться На опоре в пол, он раз, он уперся в пол, он уже ликой, типа, а, ты меня не сыпанул, мне сейчас не нужно съесть Моя задача, очень высоко поднять его на этой ноге Тебе вот их не вы, пум, перекрытие, голова, нога, толчок, сжатие двумя коленями, локоть на локте Доделывать нужно очень аккуратно, это короткий болевой, головой прижимаю запястье Сейчас я покажу гильотину из оверхука Когда мы берем оверхуху, очень часто соперник начинается осаживаться ниже Чтобы не дать нам себя сыпануть, потому что он низкий, колени широко разведет Тяжело Здесь мы можем воспользоваться тем, что его голова тащит впереди Что мы делаем? Если он уже сидит так, то все отлично Мы просто берем и обхватываем его голову Пальцы вот так Я обхватываю, пум Я зажимаю его своим локтем И придавливаю сверху При этом этой рукой давлю вверх Дальше я распускаю оверхук и заправляю эту руку сюда, под свою руку Одновременно с этим очень важно плотно сжимать его голову, лечь на бок и заправить нижний крюк, чтобы он не кувырнулся Дальше я его натягиваю, я его поднимаю на верхней ноге, а корпусом чуть вбок и вниз Заставляя его шею еще раз У нас оверхук Если человек опускается, то все отлично Иногда люди, наоборот, начинают подниматься от нас вверх Тогда мы просто берем за голову или прямо на их затылок И просто чуть дергаем их вперед Теперь мы хватаем их шею вот так вот Обхватываем Обязательно сохраняем вот так вот руку В идеале попадаем на кадыр Плотно сжимаем Ладошка вверх И пригружаем его голову Дальше я выпускаю свою руку с оверхука Заправляю сюда и хватаюсь Одновременно с этим я ложусь и беру крючок на нижней ноге Важно, не надо просто на физрухе куда-то заломиться Поставьте его в корпус домика Поднимайте его на верхней ноге Корпус сгибается, я тащу ручками, он стучит Ты как? Ты кто? Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Субтитры сделал DimaTorzok